Солнышко Зайчик солнечный блестит Солнце шлёт его с небес Улыбайся, Шишкин лес! Если есть у вас крючок, леска, пёстрый поплавок Значит, удочка готова Для большущего лоба Сяду в ванной на краю И рвёшку полавлю Хорошо бы клюнул сом Или нет, кит с большим хвостом Буду в ванне я сидеть И на поплавок глядеть Ой, Коксик, здравствуй Привет, Зубок А что ты тут делаешь? Рыбу ловлю Рыбу в ванной Ну да Ой, не могу А ты чё смеёшься, а? Ну чё смеёшься? Да знаешь ли ты, откуда в ванной вода? Ну как откуда? Из крана, конечно Вон она течёт, видишь? Ну правильно Из крана А в кране откуда? Ну, из трубы, наверное Откуда же ещё, а? Ну, а в трубе она как оказалась? В трубе? Не знаю Вот, вот то ты оно не знаешь А я знаю Вода в трубу из речки натекла Из речки? Да Из настоящей речки? Из настоящей? Какой же ещё мне об этом? Тётушка Матильда рассказала Аааа, так вот почему ты здесь рыбалку устроил, да? Ого На улице сегодня дождик А дома замечательная погода Сиди себе и поджидай, пока рыбка из крана выплывет Ой, ну и молодец же ты, Коксик Здорово придумал Слушай, а можно и мне с тобой здесь посидеть? Может я тоже какую-нибудь рыбку поймаю, а? Ну, конечно, можно Речка большая, рыбы на всех хватит, лови, мне не жалко Всем доброе утро! Доброе утро! Доброе утро, тёточка Матильда Ой, неужели вы и правда решили в ванной рыбу половить? Ну, а что такого? Вы же сами сказали, что в кран вода из речки попадает Разве это не так? Так, но улова вам всё равно не видать Это почему? Почему? Предлагаю, друзья мои, открыть очередное заседание нашего научного клуба Совинформ Что означает... Сова тётушка Матильда информирует И поговорить на эту очень интересную тему Давайте, давайте откроем Давайте, откроем Итак, внимание Для начала нарисуем речку Как правило, города строились на берегах рек Для удобства За водой-то ходили с ведрами И не один раз в день в хозяйстве всегда нужно много воды Тяжело таскать ведра с водой? Да, силачом нужно быть Ну, верно, нелёгкий труд Поэтому люди решили проложить от речки к домам трубы А, чтобы вода сама пришла в дом Совершенно верно Вот здорово придумали, а Замечательное изобретение, что и говорить А чтобы вода сначала попала в трубы А потом и в каждый дом установили насосы Которые качали воду из речки И получился... Водопровод Правильно Ой, а вдруг из речки что-нибудь такое ненужное в трубу попадёт Нет-нет-нет, не попадёт Для этого между рекой и самой первой трубой Ставят специальные заслоны решётки Которые ничего лишнего не пропустят Вода ведь не сразу попадает в дом Да? Да А куда же попадает? На станцию очистки Да? Зачем же тогда решётки? Ну, решёток недостаточно Ведь в воде находятся и песчинки И частицы глины И мельчайший мусор Поэтому сначала вода заливается в огромные баки Где весь мусор оседает на дно Да, значит точно не видать тебе коксик рыбы Так я могу и на речке рыбку половить? Ну, давайте что дальше, тётушка Материна Ну, потом вода попадает в специальные бассейны В которых, конечно, никто не купается А что там дело? А что там делают? Очищают воду от разных микробов В этих бассейнах лежит песок и мелкие камушки Смотрите, он как толстый многослойный пирог И вот через эти слои вода и просачивается А заодно и от всяких микробов очищается Они прилипают к песчинкам и камушкам И чего её чистить-то столько раз, а? Ну да, и столько времени тратить Вот смотрю я на воду в нашей речке Ну, чистая, ну, прозрачная Только енот-енодыч почему-то всё время говорит Не пейте воду из реки, не пейте воду из реки И правильно, правильно делает А вы посмотрите на капельку речной воды под микроскопом Что там? Ой, там какое-то чудовище Это микробы И некоторые из них очень опасны для здоровья Вот поэтому воду так тщательно очищают Да А потом что бывает? Ну, а потом вот такая чистая вода Бежит по водопроводным трубам в наши дома Аааа Получается, не только рыбка к нам не приплывёт А даже никакой самый маленький-малюшенький микроб не просочится Ой, а вдруг какой-нибудь микроб всё-таки пролезет? Мой знакомый доктор говорит, что воду из-под крана нужно обязательно кипятить Сырую воду пить нельзя Нет А варёную? Ой, мой друг, не варёную, а кипячёную Кипячёную можно При кипячении исчезают все микробы Ой, тётушка Матильда, я буду следить, чтобы все пили только кипячёную воду Попрощаемся с ребятами Ааа До свидания, ребята До вечера Всего вам самого доброго, дорогие мальчики и девочки Мало самому знать Надо другим передать Время быстро пролетело Утро сказкой прозвенело Улыбнулось облакам Новый день приходит к нам Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин